До начала летней трудовой четверти остались буквально считанные дни. Школьники и студенты уже начали запасаться перчатками, мусорными мешками, специальной формой и позитивным настроением. Ведь практически три месяца им предстоит трудиться на благо города. Работаю, будем помогать нашему городу убираться, стали работать. Ну, разные увлечения будут. Отряд под названием «Компьюлит» собирается учить пожилых людей компьютерной грамотности. На протяжении 17 дней без сна и отдыха будут помогать ветеранам налаживать отношения с киберпространством. Максим Яковлев примеряет на себя роль учителя не первый раз. Главное занятие с пожилыми людьми – спокойствие и сдержанность. Мне удалось научить пока что три ветерана в компьютерном отделе. И вот в руках командиров отрядов заветные путевки в летнюю трудовую четверть. Работать школьники и студенты будут не просто так. Школьникам мы платим зарплату, конечно. Заработная плата около трех тысяч рублей. Это за одну смену. У студентов немного все по-другому, потому что заработную плату им платят, конечно, работодатели. И там средняя заработная плата от 17 тысяч рублей. Хабаровские школьники показали себя на таких всероссийских стройках, как Космодром Восточный и Олимпийские объекты в Сочи. За пару лет вывезли несколько тонн мусора с улиц города. Ежегодно следят за малышней в детских летних лагерях, помогают железнодорожникам в их нелегком труде и заботятся о пожилых людях. Огромное спасибо за то, что студенческие отряды, отряды старшеклассников будут делать все для того, чтобы выполнять и народно-хозяйственные задачи. В летний период у вас появится возможность хорошо отдохнуть и поработать. Такой возможностью в этом году воспользуются около двух тысяч студентов и школьников. За ударный отдых Станислав Манько, Наталья Миронова, Денис Лесняков. Программа «Настоящее время». Программа «Настоящее время».